Я уверен в своих детях. Сто процентов я уверен. Миллион процентов, не то что. Я уверен в своих детях. Даже в голову, человек захочет туда, никак нельзя же войти. Правильно в это? А так просто в бухту барахты. Детю возьмешь. Если ребенок ходит, я не знаю, человек работает в бассейне, чтобы заплатить за эти. У него что, время есть ходить с кем-то? Ну вообще вот чисто. Подумай. Бежит, учится, потому что мы далеко. Сейчас помогать я ему, иногда редко отдаю я ему деньги, чтобы питание, общежитие ему, государство дает. Колледж оплатил ему его, потому что он отличник был. Понимаете? Человек работает там, спасателем в бассейне. Сам со школы, с Кембридж-школы он начал работать. И по сегодняшний день, вот так вот. Что я могу еще сказать? За своих детей я уверен, я в чистоте. Я не знаю, что там случилось, как это все стало, это уже... Всевышний, ну и тот, кто это сделал, и Всевышний знает. Из-за этого я покараю. А как вы узнали, что с вашим сыном случилось? А телевизор, вот, вот он. Мне сказали, посмотри-ка телевизор. Дочка, дочка позвонила, дочь. Смотри, в телевизоре что говорят, Тамерлана убили. Как убили? Кого убили? Зачем убили? Посмотри телевизор. Лицензии на оружие что-то было? Да нет, у нас в глаза оружия не видели. Никогда. В глаза. Мои дети в глаза оружия не видели, если только он по телевизору. Понимаешь? Дома жизни никогда не было, никого в оружии. А у вас вот личный вопрос. Почему именно вы переехали в Америку? Почему в Бостон? С чем связано? В Америку. Ну, вы же понимаете, почему в Америку верят? Во-первых, у нас политическая была система. Раньше чеченов в Киргизии нас притесняли. Вы же знаете, были нюансы. Были нюансы. Были. Из-за этого уехали. Остались там. На нас охота была в одно время. Вы вспомните, хоть ты полковник, хоть ты в МВД работаешь, хоть в Уголовке работаешь.